Титан. Фильм-триумфатор Каннского кинофестиваля в России покажут 30 сентября. Трейлер многообещающий и задумка необычная. Трансгендер, который беременеет от машин. Смотреть или нет, решайте сами. Ну а в кинотеатрах есть и более классические фильмы. Смотрим. Ровно четверть века прошло с момента выхода фильма «Космический джем», в котором главную роль сыграл король баскетбола Майкл Джордан. И вот на экраны вышло не слишком ожидаемое, но все же продолжение. В центре сюжета вновь оказались анимационные персонажи и звезда нового поколения Леброн Джеймс. Матрица честная. Суть этого сиквела, некогда популярного и весьма прорывного кино 90-х, заключается в его названии. Новый Space Jam – это не то, чтобы прямое продолжение, а скорее новая версия безбашенного приключенческого фильма для зумеров. А вот завязка осталась прежней. Леброн должен вернуться с сыном на Землю, для этого ему нужно победить захватчиков в межгалактическом чемпионате по баскетболу. Помочь ему в этом должны все те же мультяшные герои – Луни Тюнс, кролик Бакс Банни и его верная, но не очень умелая команда. Мало кто знает, что оригинальный космический джем вырос из пары рекламных роликов кроссовок Найки, в которых суперзвезда баскетбола Майкл Джордан играл с мультипликационным Баксом Банни. В киностудии Warner Brothers идея показалась настолько интересной и в перспективе прибыльной, что ее докрутили до полнометражного фильма. Что может «Черная вдова» без «Мстителей»? До экранов многострадальный боевик добирался с муками, с годичным опозданием и тремя переносами. Второй сольник Марвел о супергероине, на этот раз о происхождении Наташи Романов, самого загадочного «Мстителя». По сюжету Наташа должна разобраться со своим весьма туманным прошлым, поскольку оно напомнило о себе в виде таких же вдов, высококлассных киллерш и руководителей конторы, которая стоит за их подготовкой. В фильме «Подростка Наташу» сыграла Эвер Андерсон, дочь Милы Йовович. В прокат вышел и свеженький «Форсаж». Как гласит одна поговорка, дай Джастину Лину «Форсаж» и он будет снимать его всю жизнь. Дружной и преданной семье стритрейсеров снова грозит опасность. Каких только безумств мы не творили. Мутились самолеты, поезда, танки. Про подводную лодку я вообще молчу. А теперь у нас летающие тачки. Безудержный экшенгал в окружительной скорости и зрелищные преследования. Это новая часть знаменитой франшизы. Доминик Торетто недолго наслаждался отдыхом от бешеной жизни и скоростей. Семейная идиллия нарушена, старые враги охотятся за близкими хорошего парня. Дальше, как водится, безумные гонки на всех видах транспорта, в разных городах и на непроходимых дорогах. Выкручивай на полную. Обожаю эти магнитики. Обзор кино подготовили Лала Гасанова, Андрей Тихонов, Терадио, компания «Сигма» для НУР-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова